Мы говорим, что ассоциация между Украиной и Европой имеет целый раздел по запрещению опыта над хребетными животными. Мы сегодня именно над позвоночными животными. Там целый раздел в этом документе ассоциация между Украиной и Евросоюзом. То есть если мы соответственно подписали эту ассоциацию, то категорически запрещено. Так что вы начали? Да, поехали. Итак, пресс-конференция по нарушению правил обращения с бездомными животными. Спикер Зоя Савченко, председатель Лиги помощи животным. Марина Мартынова, волонтер. Богдан Ткачуш, председатель молодежи группы Вильни Люды. Дмитрий Маринов, депутат Харьковского мировского совета. Прошу вас. Я, наверное, начну. Если можно. Я постараюсь коротко, для того, чтобы дать коллегам больше рассказать. Значит, мы начали давно уже процесс контроля над городской властью, над всеми ее коммунальными предприятиями. И одно из коммунальных предприятий, которое сегодня попало в поле нашего зрения, на котором мы посчитали своим долгом побывать, это коммунальное предприятие «Центр по обращению с животными». Нам удалось попасть на территорию этого центра, побывать там где-то в течение часа. И я хочу сказать сразу свое заключение личное. Это называется коммунальное предприятие по убийствам, в составе которого толпа живодеров и убийц животных. По-другому я это сформулировать не могу. Курируют этот процесс, или точнее на этом предприятии директорствуют и всем этим процессом командует госпожа Шаповалова Юлия Григорьевна, которая после нашего визита уже рассказывала о том, что Марина пиарится, поэтому не переживайте. У нас все пройдет легко, мы пришли навсегда. Я думаю, что она глубоко ошибается, я в этом даже уверен. Если она надеется, что ее прикроет тот, с кем она все это начала и тот, с кем она сегодня продолжает, это ее покровитель нехорошков и ее самый большой покровитель по кличке Епа, он же Кернес. Могу сказать с полной ответственностью, что после того, что мы там увидели, мы начинаем очень серьезный процесс. Процесс, который начнется сейчас, точнее он уже начался, это доведение до каждого харьковчанина, на самом деле, что сегодня происходит, как издеваются, как убивают животных. И чтобы харьковчане увидели, что все, что рассказывается на каналах Епа-ТВ, это все чистое вранье, это наглая, наглейшая ложь, и то, что они делают там сегодня, в моем понимании это преступно, это хотя бы даже момент издевательства, то, что расскажут дальше коллеги. И мы знаем уже и о экономической стороне вопроса, и эту экономическую сторону вопроса, мы тоже начнем сейчас отслеживать. Я уже занимаюсь прокуратурой, сейчас мы подготовим. Ко мне есть два обращения на мое имя, сотрудников, которые написали о фактах, то, что происходит там сегодня, работающих там ранее сотрудников. И на основании этого сегодня я буду делать депутатское обращение к министру внутренних дел и генеральному прокурору Украины. Контроль за этим возьму я на себя, и общественность возьмет на себя. Будем во всех каналах харьковских, украинских, не просто говорить, а будем кричать. Сегодня, конечно, мы понимаем всем, что идет война, сегодня гибнут люди, но в мирном Харькове, слава Богу, в мирном Харькове сегодня гибнут животные, гибнут тысячами, и мы не можем это позволить, чтобы продолжалось дальше. Поэтому я думаю, что я передам слово своим коллегам, чтобы они рассказали многие интересные вещи. Тут будет короткий ролик нашего пребывания там, ролик на самом деле очень длинный, и кому будет интересно, мы можем его передать. Спасибо. Нам интересно передавать оно. Пожалуйста, Богдан Ильич. Может, ролик посмотрим? Давайте ролик посмотрим. Я прокомментирую. Давайте ролик посмотрим. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вы видите, мы прорываемся в зону. Мы не прорываемся, мы заходим. Заходим в зону карантина. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это территория коммунального предприятия, где... Это зона карантина. Это зона карантина. Она делится на две части, на белую и на карантин. Мы зашли в зону карантина, пустые клетки, животных, понятно, уже уничтожили давно. Вот это сегодняшнее, то, что привезли в тот день с чемпусом. Вот видите, там порядка от 20 до 30 единиц. Разные. Слепышево, видите, лежат на бутылке. Видите, вон, на дневке лежат, только родившие. Четыре штучки там было. Дальше в будке лежат такие уже собачки. Уже почти мертвые. Почти мертвые, да. Мы думали, что одна умерла, но она оказалась в комодобном состоянии находится. Долго добивались, чтобы их отделили. Потом пришли работники, забрали этих четырех слепышей, наконец, оттуда. Ну, вот здесь они спрятались от нас. Ведврач, сотрудники этого карантина, дежурный врач по карантину. Молодой парень, вот это замдиректора, довольно-таки циничный человек, для которого жизнь, я понимаю, у животных это вообще ничего. Вот видите, это у него санитарная одета такая, костюм, галстук, он ходит по карантину. И требует от нас, чтобы мы вышли оттуда. А вот они спрятались, вы видите, заполняют врач и сотрудники. Они заполняют бумаги на тех животных, которые, ну что заполняют, которые уже в холодильнике. Ну и вот, холодильник с трупами. То, что они уже успели, это был бить в тот день. Это убитые животные. Это, в основном, отлопили, может быть, только. Вот. Что я вам хочу рассказать по поводу вот этого карантина. Ну, это живодерня, это не приют, можно вам сказать сразу. Все делится на две зоны. На белую, где приходят жители Харькова, приносят своих собачек, где они могут отобрать каких-то собачек к себе домой. За все это, естественно, берутся деньги. И очень немаленькие. Платишь дать собачку, заплати. Платишь забрать собачку, заплати. Шарст, пил, заплати. В том, что на все это мы еще из города выделяем деньги в бюджет. И очень немаленькие, там, порядка 11-12 миллионов в этом году на эту живодерню. Мы зашли в середину этого карантина. Ну, назвать это карантином невозможно. Даже если там с путь им какое-нибудь заболевание, скажем так, инфекционного плана, то оно легко проникнуть в город. Нет ни ДЭС-ковриков, нет ни ДЭС-барьера. Он, вернее, построен, он сухой там пыль, гуляет. Никто никогда им не пользовался. Это для показухи сделано. То есть, потому что они от нас требовали покиньте зону карантина, у вас там что-то не так, то мы обнаружили там автомобиль Мерседес, который спокойно для этого холодильника был припаркован. Там, где-то есть номерами совсем. Пришел замдиректора, вот такой весь красивый, с галстучком, и пытался нас выдворить оттуда. Другие сотрудники, санитарной одежды у них не было. В общем, переходим дальше. Ветеранная служба там не работает. Имеется в виду государственная. Она должна контролировать, выдавать документы, получать отчеты, брать за услуги какие-то деньги и так далее и тому подобное. Она не работает, не контролирует. Вот внутренняя служба вот этого заведения, она, скажем так, занимается другими делами. Она занимается уничтожением животных. Причем обнагрели настолько, что даже не заполняют документы. Вот те животные, которых мы видели, на них не было документов. Мы требовали, просили, предоставьте. Они сидели, пытались заполнить. Вот в этой клеточке, в которой посидели щеночки, их там было. Они изначально говорили, это мы сегодня привезли. Это ловцы выловили в городе. В трем часах дня, например, были там. Я задаю вопрос, где вчерашние, где позавчерашние. И тут начинается ступор у сотрудников. Они начинают понимать. Нет, это за неделю. У них по регламенту по внутреннему, в течение семи дней щеночки должны содержаться. Мы же, естественно, платим за корм, за прививки и так далее. За остальные вещи мы платим. Но они уничтожаются в тот же день. Они проговариваются. Потом вот их директор отдергивает. Ну что вы говорите, что вы тут рассказываете. Это же, это за всю неделю. Покажите мне щеночка, которого привезли вчера, позавчера и так далее. Молчание в ответ. Ну мы понимаем, что в том холодильнике находится то, что убивается в тот же день. То есть щенки до 3-4 месяцев сразу. Собаки некоторое время находятся, если там, ну говорят, от 3 до 5% из них поступает в биоизум. Остальные просто уничтожаются. Они не выдерживаются ни две недели. Это и не внутренний регламент. Ни два месяца, которые требуют закон Украины. То есть привезли собачку, да? Может найдется хозяин. Она должна побыть там. Ее могут усыпить только в случае каких-то медицинских показаний, которые там, видимо их нужно. При этом провести с этими собачками работу, их должны привить и должны провести антииминные какие-то там мероприятия и так далее. Это все не делается. То есть они просто сидят и убивают. Причем зарабатывают на этом немаленькие деньги. Значит, по поводу ветеринарной службы, которая там, у нас ссылается на то, например, Назаров Александр Дмитриевич. Есть такой инспектор, который контролирует этот район непосредственно, и эту боль. Бывает там крайне редко. Я не понимаю вообще, зачем он туда вообще заезжает, и смысл его пребывания там. Его руководитель направления городской медицины, Матвич Ильиханов Матвинович, я думаю, в курсе ситуации, так же, как и Песчатки, Геннадий Николаевич, это главный врач области, им все, всех все устраивает. Они получают какой-то там свой интересный куш, переправляют деньги дальше. И вот так построена работа ветеринарной медицины государственная, которую мы еще и платим. Я как сотрудник этого заведения знаю, как это все происходит изнутри, поэтому могу смело говорить. В результате, что мы видим? В результате этой коррупции мы видим боль. Вместо того, чтобы делать приют, развивать его, то, что делается в других городах, в том числе есть примеры у нас в Парькове, это небольшие приютики, они существуют, люди складывают свои деньги без всякой там, естественно, поддержки города, занимаются. То здесь, имея такое финансирование, по-моему, за 6 лет или за 7, построить приют, вхохать туда порядка 50 миллионов, если я не ошибаюсь, что-то такая сумма за эти годы, иметь бюджет 12 миллионов в год, ну, трудно сказать. Еще что нам стало известно? Кроме вот этих всех вещей, там, по нашим сведениям, мы их проверяем, сейчас выясняем, проводятся еще эксперименты над животными. Что за эксперименты? Значит, идут имплантирования суставов, конечностей животных, и потом проверяется их приживаемость. Проиводят эти работы, не классно, естественно, платно-бесплатно, мы сказать не можем, ну, по нашим сведениям, института Ситенко. Его сотрудники туда выезжают несколько раз в месяц, выезжали, сейчас, я думаю, они уже, наверное, после этого скандала не будут выезжать. Ведь делали вот эти операции, делали они как раз над щенками. Поскольку идет очень быстрый рост щенков, в течение месяца они наблюдали приживаемость этих имплантов, ну, это довольно-таки запрещенное законодательством мероприятие. Конвенция есть такая у нас, Евросоюза, которую мы тоже подписали, приняли, и Ситенко у него раньше был свой вивари, свои животные, они занимались вот здесь, на Пушкинской центре города, собственно, начинали этими экспериментами. Пока мы не приняли конвенцию. Теперь они просто приезжают на эту бойню и негласно делают такие эксперименты над животными. В конце хотел бы еще додать, для того, чтобы люди понимали объем этого всего происходящего. В 2013 году на Купинский утилизавод с этой бойни было вывезено 63 тонны животных, собак, кошек. В 2014 году цифра составила 66 тонн. По нашим прикидкам вес одной собаки, как они считают, от 12 до 15 килограмм. То есть речь идет о 5000 штук, приблизительно больше, меньше тех животных, которые убивают и вывозят. Это конвейер. Не каждое мясоперерабатывающее предприятие может похвастаться таким количеством перерабатываемой, скажем, недосмехом перерабатываемой сырья. Кроме того, еще стало известно, что машины наши, харьковские, вот этого предприятия, ловцы, выезжают в зону АТО и привозят оттуда животных, убивают их там, привозят сюда, опять-таки, на переработку. За это платятся. Это прифронтовые города. То есть, у них, видно, уже не хватает собак, с собак, и начинают уже выезжать на периферию в зону АТО. Ну, чем они туда в отделе формы, поехали воевать, чем ловить там собак. и убивают их. краткая информация такая. Спасибо. Вы? Марина, давайте. Я хочу рассказать об одном случае, можно сказать, о счастливой собаке, которую удалось спасти с этого питомника. В прошлом году, в прошлом году, когда по телевизору показали, что питомник нуждается там в кормах, в помощи, я стала активно посещать, привозить кормах, и вакцины покупала, и лекарствами помогала. Ну, что просили меня, там, администратор была, девочка, она уже не работает, к сожалению, выжили. И вот в одной из таких посещений она мне показала собаку, попросила, говорит, если можно, чем-то помочь, лежит собака уже 10 дней, привез человек ее после ДТФ, заплатил деньги за его лечение. Собака лежит, ничего не делается. Я подошла, посмотрела, собака лежала в грязном, ну, вольер у них в клинике, при клинике, вольер не освещенный, темный вольер, на грязных трямках, вонючая вся собака. Своих испражнений, большой шерстью собака, да, стояла рядом миска с водой, с кормом, показали мне рентген, у собаки оказался перелом позвоночника, со смещением. Как мне сказали, собака готовилась вот для опыта, должны были приехать с Ситенко и вставлять ей пластины. я сказала, что ну давайте я отвезу собаку на МРТ, сделаем, даже если они собираются делать операцию, дополнительный анализ им как бы не повредит. Это вызвало бурю эмоций у Шаповалова и Лапти. Они категорически не хотели отдавать собаку, хотя звонил ветврач с клиники Анимал и говорил, что надо сделать и есть такая возможность, давайте отведем собаку не повредит. Категорически люди были против, категорически. Пока я не пошла на прием нехороших, как-то эту собаку мне удалось оттуда выцепить. И то с таким скандалом мне ее отдавали, Лапти еще называется вот так, впереди выбегала, кричала, не отдам. И звонила этим Ситенко и говорила, вот мы же будем делать операцию, вот, а тут собаку увозят. Ситенко, покажите фотографию, вот это мы забрали с приюта и в тот же день повезли в клинику, конечно вонь в машине стояла жуткая, когда мы забрали уже собаку с вот такой язвой на спине, огромной. Как оказалось, это было уже пролежнем, потому что полностью была нарушена нервация задних конечностей у собаки. Когда собаку начали обрабатывать, думали только здесь, собака оказалась вся в пролежнем. И на локтях, и на животе, и на колене, но жуткая была собака. Вот собаку выгревают перед МРТ, видно там и на боку пролежень, и на половых органах, все было в ноль. Вот эта собака выгрыта уже перед операцией, полностью. Это живот собаки. Там еще где-то на колене показано. Вот колено, там пролежнее более по сантиметру, уже почти, ну до кости там чуть ли не доходило. Вот в таком состоянии забралась собака с приюта. И, как сказала там администратор, тоже там не работает, что к этой собаке вообще никто не подходил. То есть я спросила, какая у собаки температура? На этот вопрос мне ответить не смогли, потому что за 10 минут никто не удосужился по мере. Какие еще повреждения? Ну да, что докололи, какие-то общие препараты, там группы В1, В12, какой-то антибиотик, но что у собаки дальше, собака после ДТП не обследовалась, ни УЗИ, ни анализа крови. То есть собаке ничего не делалось. Собака оказалась очень тяжелой. У нее оказалось и повреждение почки, и печени, и разрыв клевры легкого. Ну, слава Богу, собаку вытянули. Собака сейчас, уже слава Богу, все нормально. Но состояние собаки было жуткое. И лапти, я считаю, ну это ее полностью, она даже не знает, что у них на территории делается. Вот возьмем даже чистую зубную. Я, бывая там, смотрю, сидят щенки, все размазано, все в ихнике испражнениях в этих фекалиях в воскресенье. Пошли, позвали, позовите работника помыть вольеры. Полчаса проходит никого. Пошли, еще раз позвали, а они уже ушли. Мы там с еще одной женщиной, волонтером, она сегодня не пришла, ну что, взяли шланги и сами стали это все смывать. Она в одном вольере, я в этих вольере со щенками, потому что это вонь, эти мухи, эти щенки. Рядом вольер, собака уже умерла, был у них такой песик, Джек, они его спасли, ампутировали лапку, а потом он не благополучно загнулся, потому что заболел непонятно чем, болел, 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 в результате умер, и никто не лечил. Вот собаки нет в этом вольере, до сих пор его испражнения. Собака была чем-то инфицирована. И так везде. Собаки нет, вольеры не убраны. Это чистая зона была. Мы пошли потом на круглый столб, нехорошего, после этого там зашуршали, что-то стали делать, хоть в миски воду наливать, потому что миски страшные, грязные были. То есть пока не начали эту волну поднимать, вообще-то ничего не делалось. И то, что они красиво показывают, посмотрите, как у нас собачки содержатся, это вот так вот прийти, когда никто не ждет, и посмотреть, как они там содержатся, даже на чистой зоне. Мы пришли. И это все за 12 миллионов гривен полу. Нам неизвестна сумма, которую они получают в результате коммерческой деятельности. Что-то нет, и понятно, левые деньги для них сколько там, 800 гривен, по-моему, собачку забрать, если дешевле. 600 гривен содержания в месяц. А заплатят 400 гривен, в зависимости от количества сделанных приливов, стильных жалов. То есть даже кто-то пенсионер хочет взять себе пиданцы просто, чтобы... Это еще мало, он приносит свою собаку, допустим, не может бабушка содержать дома каким-то причинам, или ей нашла. Она готова сдать эту собачку, чтобы на ней посмотрели, может кто-то заберет. За это нужно бабушке заплатить. Она разворачивается, там, 400 или 300 гривен, у нее нет таких денег. И ведь если собачка уходит, все. Я еще хочу сказать, что после этого я написала же письмо, начиная от президента, во все инстанции, куда-то там нужно. А в ней пришла куча писем, в результате письмо опустилась где-то в червонозаводском райотделе у участкового. И меня даже никто не вызвал. Хотя я отправляла фотографии. Все. Да, у меня не было официального заключения. Сейчас я делаю экспертизу в нашем ветеринституте. Это уже официально, вот с печатью, с медэксперт. А действительно, в каком состоянии была забрана собака и до чего ее там... то есть о правомерности действия этой лаптии. Спасибо, Зоя. Пожалуйста. Стоя Савченко, представитель Лиги помощи животных. Ну, да, действительно, содержание животных КП нарушает все законы. Закон о защите животных от жестокого обращения. Положение пропретолог для творений, ну, и не соответствует, естественно, всем мировым стандартам. Несмотря на то, что Шаповалов все выглядит благополучно, Шаповалов говорит, что все у нас в Харькове приют европейского типа. Все зоозащитные организации тесно связаны с волонтерами и опекунами бездомных животных. Поэтому хорошо знакомы со сложившейся ситуацией в городе и с деятельностью КП ЦУШ. Вопреки принятой городской программе обращения с домашими животными и регуляции их численности в городе Харькове на 2007-19 годы. В городе с 2008 года введен безвозвратный отлов. Что означает в условиях Харькова массовое уничтожение бездомных и потерянных домашних животных. Директор КП ЦУШ Шаповалова открыто говорит о том, что 90-95% всех поступивших в КП животных умерщвляются. На самом деле больше. Стоит добавить, что часть животных, попавших туда, умирают вследствие инфицирования вирусными заболеваниями, которыми они заразились в КП. Вот как рассказали, грязные вольеры, отсутствие дезинфекции и идет тотальное заражение. Высокую смертность животных в КП Шаповалова объясняет тем, что кошки и собаки умирают не от эвтаназии и вирусных заболеваний, а от дегельминтизации, то есть профилактика глистов от глистной инвазии, от таблетки, от вакцинации и от стресса. По статистике КП еще около 10% собак не доезжают до КП, умирают при отлове, так как отлов осуществляется зачастую с применением шприцемета, транквизирующих средств при дозировке или если он попадает в какие-нибудь там жизненно важные органы или если у собаки здоровье, сердце слабое, собака просто погибает на месте отлова. Об этом нам часто сообщают опекуны, которые становятся свидетелями отлова и едут в тот же день искать собаку в КП, а ее там нет. К тому же в летнее время животные гибнут в машинах от перегрева. У них такие машины с железными будками, куда встроены клетки. Отловленных собак они засовывают туда и с 7 утра до 3 часов дня они катаются по городу с этими отловленными собаками в раскаленной будке там нет вентиляции. Представьте, какая температура 40 градусов, 30 градусов в летом бывает. И собаки ездят целый день в этой будке. Естественно, без воды, без воздуха, без кислорода. То есть откататься 7 часов это есть жестокое обращение животных. Они умирают от перегрева. Умирают прямо там или умирают уже от неоказания помощи, когда их выгружают в карантинную зону и сбрасывают пачками вот такие вот вольеры. Значит, сотрудники потом из выживших, сотрудники КП на свой вкус отбирают животных на пристройство. Остальные обречены, так как их не показывают людям на глаза вообще, чем лишают возможности обрести новый дом. По планам директора КП питание животным должна обеспечивать хост деятельность, потому что в бюджете не заложена статья на питание, лечение животных, а только на отлов, на содержание и функционирование всего аппарата КП, на их закупку инвентаря для отлова, транспорта и прочие там хозяйственные нужды. поэтому ну так как у них эта деятельность как она говорит не очень стабильно проходит, поэтому не гарантирует постоянный доход КП, а следовательно регулярное питание животным. И часто мы видим на сайте в Шаповалово или там в соцсетях, где они просят помощи в питании, в кормах, в подстилках для животных. Лекарства помощи практически никогда не просят. Наверное, у них там все здоровы. Значит, потом большинство животных, взятых из центра, оказываются зараженными вирусными заболеваниями. То есть, ну и становятся, кстати, причиной заражения членов семьи. Бывают, там берут кошечку, она заражает семью Лишайон или берут собачку, а там у нее целый набор вирусных заболеваний. Притом ветеринарные врачи, к которым люди обращаются после КП за лечением этой собаки, они отмечают какую-то особо устойчивую, сложную инфекцию, состоящую из двух, иринотрохид, например, и чума вместе, отчего у собаки практически не остается шанса выжить, даже при том, что оказывается дорогостоящее лечение. Ну, из-за того, что все собаки там продаются по достаточно высокой цене, стоимость кошки в прошлом году где-то около трехсот гривен, простой, непоролистой кошки. В этом году мне уже на операторский телефон сообщали, что стоимость, они просят уже четыреста пятьсот за кошку. Стоимость собаки от четыреста гривен в прошлом году, в зависимости от того, она породистая или полупородистая, доходила до полутора тысячи, долго, по-моему, они продавали. В этом году у меня уже было два звонка, где сообщили о том, что они просят за собаку, за обычную бездомную восемьсот гривен. Значит, система содержания и пристройство животных в КП очень плохо организована. То есть, главная цель ловить, убивать, списывать бюджетные деньги. Пиаром животных они не занимаются. Анкеты животных не соответствуют, ну, анкеты на сайте по пристройству не соответствуют тем животным, которые там сидят. Общаться с животными людям не дают. Пришли, посмотрели быстро, выбирай, не хочешь, до свидания, нам никогда с тобой возиться. То есть, у них абсолютно нет никакой заинтересованности в том, чтобы животное обрело дом. и они не уступают никогда в деньгах. Если даже видно, что пришел хороший человек и он возьмет животное, ну, нужно уступить, не продавать его там за 600, за 400 гривен, они, нет, для них это принципиальный вопрос. Они лучше не отдадут животное, чем уступят в деньгах. Значит, Шаповалова вот эту вот высокую стоимость на продажу животных, объясняет тем, что она вынуждена стерилизовать, там, кормить, содержать, вакцинировать. Но зоозащитные организации тоже все это делают. За свой счет, как-то без бюджетного финансирования мы это все находим. И люди с легкостью могут взять животное любой зоозащитной организации, там, в приюте, в частных приютах, привитая, социализированная, здоровая, веселая. И получается, что животные с КП не выдерживают конкуренции. То есть у них практически нет шансов. Потому что они запуганные, зачастую больные, худые и дорого стоят. И зачастую их выкупают сами зоозащитники. То есть они смотрят, у кого подходит срок содержания, кого будут скоро усыплять, кто болен, они стараются выкупить. Значит, ценой выкупа Шаповалова требует, она продает людям, этих животных, больных, по полной программе, на которых потом опекун тратит тысячи гривен на лечение, она их продает при условии, что человек будет молчать. Нигде не напишет, не скажет, не на сайте, не обратится в зоозащитную организацию. Поэтому очень мало людей соглашаются, это шантаж, очень мало людей соглашаются написать нам заявление. У нас бы была огромная пачка заявлений. Они у нас есть. То есть если кому-то нужна какая-то документация, обращайтесь, вы покажем. Но люди боятся. Спасибо. Дмитрий Хрисович, давай. Да, я добавлю. Как раз Зоя сказала о том, что деньги просят Шаповалова, там часто, что нечем якобы кормить. У нас много информации, но я часть только скажу, остальную часть я специально оставлю для правоохранителей и не буду здесь скрывать. У нас есть информация о том, что в феврале 2014 года была команда усыпить собак в чистой зоне, то есть не в карантинной, а в той вот белой зоне по причине того, что их не было чем кормить. И люди, у нас же все-таки много сердобольных в Харькове людей. Мы знаем уже зоопарк, сколько тогда людей помогло зоопарку. И было перечислено на 52 тысячи было перечислено на расчетный счет приюта для кормления собак. Но эти деньги нам известно четко, они не были потрачены на кормление, они были потрачены на зарплату ловцам этих же самых собак. То есть никто эти деньги не использовал для того, для чего просил. И в заключении хочу сказать для всех, кто сегодня здесь присутствует, ну и конечно же для Шаповалова, для Нехорошка, что сегодняшнее пятничное наше посещение и сегодняшняя наша сегодняшняя здесь пресс-конференция это только начало, это никакой не пиар. Что мы будем продолжать делать? Первое, мы сейчас будем требовать вместе с вами при вашей поддержке требовать увольнения Шаповалова из должности директора. Однозначно увольнения. Как это будет делать Нехорошка, мы не знаем. не захочет увольнять, у нас есть разные методы для того, чтобы увольнять и Нехорошка в том числе. Мы уже у него в гостях были, он уже знает о том, что с нами лучше встречаться, с нами лучше разговаривать. Это первое. Второе, это проведение следствия и достойного наказания всех виновных. А их там, я думаю, будет немало. их фамилии сегодня здесь звучали. И Шаповалова, и Лапдей, Лапдей, правильно? Это главврач, который сидит. С ней я тоже там общался. Коваленко. И Коваленко, и бухгалтера, которые там сидят. То есть, ну, уже сегодня есть некое следствие. Мы знаем, где идет этот процесс. Этот процесс уже пытались замять, но мы этого сделать не дадим. Третий, ну, скажем так, пункт нашего действия. Это проведение открытого конкурса для назначения на должность коммунального предприятия, директора данного коммунального предприятия с соответствующим коллективом. Я думаю, что наша иллюстрационная палата вам в этом тоже поможет. И четвертое, и самое важное, это постоянный контроль общественности и всех существующих организаций, которые занимаются защитой животных, вплоть до того, что данные представители должны находиться на постоянной работе в данном коммунальном предприятии в обязательном порядке. Вот эти моменты, это то, что я вижу сегодня, мы должны начинать действовать, и мы сразу же после майских праздников начнем очень серьезно над этим работать. просим поддержки всех, могу вам сказать, что, наверное, вряд ли мы будем уже, я, конечно, благодарен защитникам животных, я вас много видел под горсоветом, вы с ложеном, но я думаю, что время ложенков и плакатов мы, наверное, от него перейдем к более кардинальным и практическим действиям, мы никого не будем больше уговаривать, мы никого не будем больше просить, ни кермисов, ни нехорошков, ни шаповалов. Сегодня мы будем действовать жестко, потому что мы видим, что сегодня происходит реальное убийство, реальное убийство, и коммунальное предприятие превращено в живодерное. Поэтому мы просим вас поддерживать в данном нашем, я думаю, правильном деле, и результат, я уверен, будет и будет положительный для тех самых животных, за которых мы сегодня и болеем с вами. Спасибо. Вопросы, неприятный вопрос, но тем не менее не хочу его задать, потому что большинство людей могут так думать, и хочу, чтобы вы на него ответили. Скажите, пожалуйста, те эксперименты с имплантацией суставов, которые проводятся, как вы говорите, в законах, возможно, эти эксперименты приведут к спасению жизни людей. Как вы думаете, балансы, что выбрать в данном случае? Еще раз, Богдан, Богдан Качук же сказал о том, что у института Сетенко было и наверняка существует свое. Вы же поймите, тут же вопрос не в том. Я знаю еще о том, что мадам главврач пишет сегодня какую-то диссертацию. И эти опыты проводятся с целью ее диссертации, а ни в коем случае с целью кого-то потом вылечить из животных или из людей. институт Сетенко имеет свою лабораторию, и он вправе и может проводить там, у него наверняка должно быть на это разрешение. Не может даже, да? Ну, то есть, смотрите, мы знаем о том, что это, он же так и называется, как он называется, этот приют, Приют. КП-центр обращения с животными. Нету функций, если мы возьмем функциональные обязанности, и что входит в функции этого коммунального предприятия, нету проведения экспериментов. Объясните, институт Сетенко, я вот говорил, повторюсь, у него есть свой аварий, в котором содержались животные до предпринятия этой конвенции. Проводили с ними эксперименты для блага человечества, для лечения людей и так далее. Но Верховная Рада приняла конвенцию Европейского Союза, где это запрещено. Есть там какие-то лазейки, разрешение Министерства по-моему, здравоохранения, мне могут коллеги поправить. Сложная процедура, министр или коллеги какая-то дают определенному медицинскому учреждению дозу на определенный эксперимент в каком-то направлении медицины. Или имплантанты, может, что-то другое и так далее. И на основании этого происходит все остальное это незаконно, это попадает в попытки над животными. У нас уже есть прецедентные в стране, когда людей посадили, получили, по-моему, три года, два случая посадили на три года с убытками над животными. Это простого человека мы можем досудить, но когда касается организация, которая построена вертикально, начиная мэра и заканчивая людьми, которые убивают животных, еще на этом зарабатывают и здесь это запрещено. Спасибо. Можно еще додавать? Как выход могло бы быть, например, сотрудничество Института Ситенко с зоозащитными организациями, ведь к нам постоянно попадают животные с травмами, которые требуют то есть теосинтеза и какой-то помощи. Мы эту помощь берем от ветеринарных врачей, оплачивая ее. Если бы они нам сказали, мы бы просто таких животных направляли бы в Институт и там они совмещали бы полезное с приятным, вылечили бы животное и заодно проследили бы процесс выздоровления, травмы бывают разные сложности и я думаю, что для них было бы полезно дезертацию. Можно я добавлю? Дело в том, что еще раньше в Виварии, я там тоже на Кушкинской жила, там был врач такой Герман, который занимался собаками, но условия содержания там и в приюте они резко просто отличаются. Подопытные животные они содержатся по-другому. А что ж в приюте? Там пришли, поэкспериментировали, их не волнует выживет собака или нет. Им у них не эта цель. Если, конечно, на таких условиях, вот вы говорите, подержат в институте Ситенко, там же не просто им надо поставить импланты, посмотреть, там надо и условия создать, чтобы, если же это прошло не так, чтобы спасти это животное. Вот животное. Вот в чем и все. Не просто на эксперименты туда поставлять животное. И, кстати, я вам скажу, наша ветеринария, даже это признают сами врачи, которые были на Винках, она очень отстает от человеческой ветеринарии, от человеческой медицины. И такие сложные операции, вот как мне пришлось делать, что у собаки разрыв позвоночника, разрыв спинного мозга со смещением позвонков, там очень сложная была операция. Это только человеческий врач делал. Вот. И нашим ветеринарам учиться и учиться. Спасибо. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какое необходимо минимально финансировать вот такого КП, чтобы оно просто существовало? То есть разница между выделяемыми и деньгами и необходимыми? Знаете, то, что сегодня, вот если смотреть на это КП, которое существует, то этому КП вообще ничего выделять не надо, ни денег. Вот вообще ни копейки. Оно вполне может быть оно может быть самоокупляемое, если они продают собак за деньги, если они принимают собак за деньги. Куда эти деньги делаются? У них гостиница есть, ветклиника. Ветклиника. Они зарабатывают деньги. Помимо того, что они зарабатывают, они просят еще в бюджете. Вот поэтому мы и с этим тоже должны разбираться сегодня. Но есть у нас еще моменты, которые я не скажу. то есть в чем мы разбираемся сегодня, в чем занимается, чем будет заниматься милиция и прокуратура. Поэтому мое мнение, что если это касается именно этого предприятия, то я думаю, что они там достаточно сегодня наворовали денег. Пусть они лучше вкладывают это в выздоровление животных, в их лечение и все. Спасибо. Какой бюджет? Добавить еще? Добавить это не упопробно. Такие вложенные были наши деньги в громады Харькова. Да, огромные суммы денег. Строительство там много, украли, не украли. Но тем не менее, вольеры построены, клиника построена, холодильники там стоят. Ну, вся эта структура есть. Они до сих пор нам что-то достраивают. какие-то там еще водерщики, красят и так далее. Подождите, но это же наши деньги. Мы их взяли за расход в бюджет, но мы их могли потратить там на что-то такое. И мы еще опять должны снова им платить каждый год 12 миллионов. И плюс они еще зарабатывают. И при этом говорят, что им нечем кормить животных. Они просят граждан города, отдают объявление. Придите, заберите собачку, привезите корма и так далее. Ну, тут уже никакие ворота дают. Если это сравнится с, скажем, частными питомниками различными, то люди, не вкладывая, не беря нигде денег, особо не торгуя этими собаками, они содержат их в порядке, в чистоте, делают эти решеточки, там, подстилки, корма и все остальное. Это целый комплекс. Людей очень много в городе. И отдают бесплатно. Да, бесплатно отдают. Я добавлю про деньги за потраченные. Я был там, когда он строился этот приют. Я был в составе депутатской комиссии. Когда я туда приехал, после визита меня и еще двоих депутатов начались звонки конкретно от Кернаса, мне с угрозами. Да мне это не надо, у меня все это и есть. Спасибо. Я просто хочу вам сказать, вопрос у меня был один. Когда, я немножко в строительстве понимаю, и когда я приехал и вижу, что там роется котлован, я задал вопрос очень простой. В котловане трактор копает, эскаватор. Я говорю, а зачем, для чего, что это за котлован? Я думал, там будут строить какой-то высокий дом. А это под обычные, вот эти легкие вольеры из клетки, обычной клетки. Это легкая конструкция. Для легкой конструкции строили котлован для того, чтобы его залить бетоном. Но я думаю, всем понятно, для чего это делалось, сколько можно закопать в земле. Но я думаю, что и там мы откопаем, посмотрим и померяем, сколько они туда зарывали. Вот тогда я задал этот вопрос, буквально, честно вам говорю, через 10 минут мне был звонок из приемной Кернаса со словами «Я тебя закошмарюсь, ты будешь задавать такие вопросы». Это было, когда он строился. Вот такая. Спасибо. Для примера я хочу сказать. Вот в нашем КП содержится, вот последний раз, я там была в январе месяце, посчитала 20 кошек, 23 кошки и 42 собаки. Сотрудников КП тоже 65. То есть неужели 11 миллионов гривен, 126 миллионов гривен, выделяется для того, чтобы содержали 65 сотрудников и 65 собак. В Благополучном Берлине, где давно решена проблема бездомных животных, на весь большой город содержится 300 собак, а у нас 42. В Варшаве, в Польше, в приюте на Полюху, куда ездили заосочетники по приглашению этого приюта, это муниципальный приют, который содержится за бюджетные средства города. Там одновременно содержится 3000 собак. Там сотрудники на ставке, волонтеры приходят, ухаживают, и животные пристраиваются со скоростью 80% животных в год из тех, которые в приюте, они пристраиваются. Это говорит о том, что у них профессиональная пиар-компания. Здесь, по данным, отлавливают 10 тысяч животных ежегодно, а пристраивают 600. И опять же, мы проверить не можем. Это же данные, которые я еще повала бы просто озвучила на словах. Может, там 20-30. Спасибо, еще вопросы. Представьте. Три вопроса. Яна Евгеньевна, у меня три вопроса к Богдану. Касательно службы контроля за численностью животных. Каковы по вашей информации нормы, ну, каковы нормы, как осуществляют контроль за численностью животных, бездомных. Вопрос к зоозащитным организациям. Касательно переселенцев из зоны АТО. Совершенно очевидно, что приезжим из Донецка и Луганска, сами испытывая жилищные проблемы, они часто обращаются в коммунальное предприятие, дабы пристроить своих любимцев. Есть ли для них льготные цены и где гарантии возврата этих животных. И третий вопрос к депутату городского совета Дмитрий Алексеевич. Если у вас стратегия развития этой отрасли на пять лет, идеи, предложения. Все, спасибо. По поводу нормы, честно говоря, сейчас сказать не могу. Я могу сказать другие цифры, те, которые, либо повторить, либо добавить, те, которые фактически изымаются из города ежегодно на количество животных. Мы понимаем, что речь идет примерно о пяти тысячах единиц, там кошки, я не могу сказать, сколько. Ну, пяти тысяч имеется, я имею в виду, по подсчетам, вывезен на животных, на купец какие-то заводы. Кроме того, существует еще их внутренняя крематория, где их там построят. Сколько там сжигается, это же никому не известно. И все-таки там эти 3 или 5 процентов пристраиваемых животных в них там тоже как бы существует. Мы можем взять из других цифр на отлов кошек в этом году из этого бюджета, по-моему, запланировано порядка 5 миллионов. 4 с половиной миллиона. Я с трудом представляю, где они столько кошек, как они собираются осваивать эти 4 с половиной миллиона, по крайней мере, как они пишут отчеты и пишут на них вообще их. Осваивать, хорошее слово. Да, вот именно осваивать. То есть порядок цифр для Харькова понятия. Я сейчас все мы ездим по городу смотрим на животных, если раньше, допустим, 5, 6, 8 лет. У нас было довольно много ходили, там жалобы были, они там бегали, эти собаки неконтролируемого различных районов города. То Геннадий Анатольфович решил эту проблему очень быстро. Он построил живодерню, назвал ее приютом, показал белую зону, когда заходят кошечки, собачки, вы можете забрать. Но даже здесь они не могут наладить работу, поскольку у них руки не оттуда, наверное, выросли. У них по-другому они заточены. И с заднего зоя сделал бойню. Просто мы уничтожаем, сам механизм работает, безперебойно поглощает этих животных, уже их не хватает в городе. Мы уже ездим в зону АТО, оттуда привозим, чтобы люди не стояли и дальше осваивались бюджетные деньги. Вы понимаете, что такая машина, которая сама себя ездит. По поводу контроля, я уже озвучил по поводу контроля, его должна оказывать ветеринарная служба, но она про все не делает. Она у нас мертвая в городе, в области. Те чиновники, которые там сейчас работают, я их называл фамилии, они работают только для одного. Для аккумуляции финансовых средств, которые они собирают с предпринимателей различных, абсолютно подконтрольных ветеринарной службе, они их аккумулируют на уровне города, затем области, имеется в виду ветеринарное управление, дальше переправляется Киев, областное управление и, естественно, там же же никак не можем обойтись без товарища Гибы. Его доля тоже там есть. Работают на это, на остальное на плевать. Спасибо. На счет вопроса где животные из зоны АТО в Кабайне, это спросите у Шаповаловой, потому что к нам действительно в Харьков вывозят много животных из зоны АТО и у нее на сайте висит объявление о том, что Центр обращения с животными принимает к себе животных из зоны АТО. Но когда я была в январе, я там не видела ни одного животного из зоны АТО. Вот в Ковчеге, например, это частный приют наш Харьковский, есть животные из зоны АТО, они живые и здоровые, их нужно увидеть глазами, а в КП я не знаю, где есть. Спасибо, на самом деле, перспективы. Смотрите, я сегодня на самом деле занимаюсь более глобальными проблемами, проблемами работы всего городского совета, всех его отраслей на сегодняшний день, и отрасли ЖКХ, и отрасли дорожного строительства, и отрасли строительства жилья, вот вопросом защиты животных, лечения их, я занялся совершенно недавно, и я надеюсь, кстати, сегодня на вашу помощь, именно на вашу помощь, сегодня всех присутствующих здесь, и ваших друзей, что вы именно и напишите эту стратегию, и именно вы должны сегодня, те, кто любит и защищает животных, но я их тоже люблю, но вы к этому ближе, поэтому вы лучше, чем я, напишите какую-то стратегию, мы с вами вместе все обсудим, и я думаю, пойдем по правильному пути все вместе. Спасибо. Спасибо, есть ли вопрос? Да? Да. Кто? Ирина Попойская, представитель Лиги помощи животным, члены управления. Здесь был задан вопрос по поводу финансирования коммунального предприятия, сколько же денег нужно на то, чтобы осуществить деятельность и умальным способом. Сказать о том, что денег совсем не нужно будет, я не могу, по той причине, что если у людей будет заинтересованность в том, чтобы получить прибыль, а она будет, потому что нужно обеспечить зарплату работникам приюта, работникам Аклова, работникам, ну, работникам, которые будут задержаться в штате, тогда и пойдет опять же какой-то момент коррупции. Поэтому деньги какие-то выделятся обязательно должны. О том, сколько их будет, если будет изначально изменен принцип работы приюта не казнить, а помиловать, действительно мы будем животных пристраивать, любить и заниматься своим делом, в таком случае мы сможем работать с иностранными инвесторами, которые благосклонно смотрят на такой вид деятельности. Мы сможем работать с нормальными зоозащитными организациями, которые осуществляют отток животных из мини-приютов, из приютов с большой скоростью всего того, что мы это делаем уже довольно профессионально. Уровень пристройства в наших организациях не расхаливает, но очень высокий. Мы сможем привлекать к себе спонсоров, потому что, когда человек начинает анализировать то, что происходит в наших коммунальных предприятиях и мнения у нас расходятся, коммунальное предприятие говорит, что мы хорошие, а зоозащитники это те, которые его контролируют, говорят, что совершенно нехорошие. Естественно, в идее возникают вопросы в голове. И если мы будем вести правильную деятельность, сотрудничать с зоозащитными организациями, заниматься от чистого сердца благотворительностью, тогда у нас будут и спонсоры, и инвестиции, и возможность вести правильную гуманную деятельность. Мы готовы такую стратегию предложить? Спасибо большое. Спасибо.